А давайте-ка поговорим о самом крупном феномене 21 века, о соцсетях. Цифры просто впечатляют. Казалось бы, ну кто уже только о них не говорит. Но дело в том, что я бы хотела прежде всего обратиться к тем людям, кто может быть уже и не так молод, и для кого соцсети это не естественная часть жизни, а тот уходящий поезд, в который нужно запрыгнуть. Почему в него нужно запрыгнуть? Потому что сегодня нет такой возможности, как раньше, очень много общаться оффлайн. Люди не хотят выходить из дома, не хотят после работы еще куда-то идти. Им достаточно того, что во время рабочего дня, во время своей ежедневной жизни они в соцсетях общаются с другими людьми, там они получают всю информацию, удовлетворяют все свои потребности, строят свои планы, все покупают, обучаются, все. И поэтому сегодня актуальность общения оффлайн, она уже совсем не такая, как была раньше. И хочешь ты, не хочешь, если ты планируешь и дальше быть активным в жизни, активным в бизнесе, то это придется делать. История моего появления в соцсетях, она совершенно банальна, как и у многих людей советского, еще советского поколения. Например, в Facebook я зарегистрировалась только потому, что нужно было получать новости от компании и передавать их моим партнерам. И очень хотелось следить за успехами детей в соцсетях, поэтому я зарегистрировалась в Instagram. Проанализировав все это, увидев то, как развиваются мои дети в интернет-пространстве, в соцсетях, увидев, как развивается моя компания в соцсетях, как развиваются другие люди, как развиваются MLM-предприниматели, я понимаю, что я уже не могу общаться так, как раньше, потому что всю свою экспертность, все свои дипломы, сертификаты, все свое материальное подтверждение успешности, раньше я могла выйти на сцену, показать красивый слайд, прокомментировать. Все вау, как здорово! И это вдохновляло моих партнеров, гостей, всех людей, с кем я общаюсь. Где же я могу показать сегодня свой американский диплом сертифицированного wellness-консультанта, подтвердить свою экспертность и вызвать доверие? На сегодняшний день я это все могу делать только в соцсетях, если я хочу, чтобы люди об этом знали, чтобы они ценили меня, чтобы моя экспертность была востребована. И то, что я хочу продвигать в жизнь ту свою грандиозную идею, которую я все время изучаю, я ее вынашиваю, она меня вдохновляет. Если я хочу, чтобы вдохновляло это не только меня, но и других людей, безусловно, я должна быть активна и профессиональной в соцсетях. Поэтому я возлагаю огромные надежды на свое общение, свое продвижение моего личного бренда в соцсетях. Я возлагаю огромные надежды на продвижение моей идеи и идеи той компании, с которой я работаю, идеи моего проекта, который я уверенно нужен каждому человеку. Моя задача только рассказать об этом так, чтобы людям это было интересно, и они бы подумали, послушав меня или посмотрев мои видео. Вот, это как раз то, что я искал. Вот этого я добиваюсь и буду продолжать добиваться. Это очень интересный новый пласт, новый период развития в моей жизни, моего бизнеса. Поэтому я опять могу сказать, я на взлете. Субтитры создавал DimaTorzok